Антуан Аржаковский, доктор исторических наук, профессор Бернардинского колледжа, Париж. 80 лет идет подготовка к Всеправославному собору. Скажите, пожалуйста, Антуан, по вашему мнению, почему она такая продолжительная? Ну, потому что это нелегко. Были политические репрессии, особенно в России, в Болгарии, в Румынии, и это не позволяла дружба между православными церквями. Это была холодная война, это главная причина. И эта холодная война, это то, которое, вот, главное событие, которое имело последствия внутри жизни православной церкви. Те несогласия, которые появились между Москвой и Константинополь в 70-е годы по поводу вопроса признания автокефалии для православной церкви Америки, или в 96-м году по поводу признания эстонской православной церкви, связаны с этим, потому что это последствия холодной войны, последствия недоверия между церквей. Сегодня мы чувствуем, что уже церкви постоянно встречаются, общаются, и что есть лучшее знакомство. И главное, мы чувствуем, что теперь идет глобализация, и что на уровень мирянина тоже в Париже есть и русская церковь, и константинопольская, и румынская, и болгарская, и больше и больше в России, в Греции, те церкви-матери, там больше и больше западные люди, которые приезжают. Поэтому сейчас понятно, что глобализация, с одной стороны, как сказать, дала свои сложности, и поэтому это очень долго готовится. Но с другой стороны, сейчас уже православный мир понимает, что это не только восточный мир, но и глобальный мир. Какие основные вопросы сейчас на повестке дня? Тема признания автокефалии, автономии, тема единая дата Пасха в православном мире, тема признания поместных церквей на Западе. Эта тема названа как диаспора, но проблема, что эти церкви на Западе себя не понимают как диаспора. Может быть, первое поколение себя так понимало, она думала, что она вернется. Вот это определение диаспора. Это когда часть населения, которая родилась где-то, уехала по каких-то причинам в другом месте и хочет вернуться. А на Западе моя поколение, это уже третье поколение русских эмигрантов, себя чувствует французское и совсем не хочет вернуться. Хотя очень любим, конечно, Россию и Украину и так далее, но мы чувствуем себя французами. И поэтому мы понимаем, что главная тема должна быть не диаспора, а признание поместных церквей. Это очень важная тема. Ну и есть другие темы, это отношение до экуменического движения, до католической церкви, до протестантских церквей. Так что это очень важная тема. Есть 10 тем, уже в 1976 году есть регулярно предсоборные конференции, уже были 4 предсоборные конференции. И сегодня мы понимаем, что миряны, богословы должны гораздо больше участвовать в этом процессе, потому что в основном это епископы, которые встретились и в основном во время Холодной войны. И сейчас нужно улучшить процесс общения по поводу главных вопросов, которые сегодня на повестке дня. Как вы думаете, есть ли актуальные вопросы, которые могли бы входить в повестку Всеправославного собора, но они не вошли по тем или иным причинам? Есть ли вот такие вопросы? Ну, конечно. Например, есть очень актуальная тема, это биоэтика. Что церковь думает с этими манипуляциями, которые происходят сегодня? Какое единое слово православной церкви по этому поводу? Или защита природы, экологические issues? Ну, патриарх Вахфолумей очень известный, но и русская церковь должна выступать регулярно по этому поводу. Но было бы хорошо, чтобы это был весь православный мир, который представил свою позицию по отношению к космосу и как защитить природу в 21-м столетии. Вот такие темы, тема глобализации, например, до сих пор на повестке дня есть тема Апахтайда. Ну, потому что это было написано в 76-м году, но уже с 91-го года вопрос решен Апахтайд в Южной Африке. А сегодня главная тема – это глобализация. Это что мир становится маленькое село, где миграции очень сильные. И вот это должна быть тоже тема на повестке дня. А есть ли основная движущая сила, которая, собственно, является главной в подготовке Всеправославного собора? И кто в большей степени, от кого в большей степени могут зависеть принятие решений? Ну, понятно, что сегодня движущая сила – это особенная дружба между патриархом Кирилл и патриархом Барфолумей. Все это понимают. Эти церкви должны вместе работать так, чтобы осуществить окончательно собор. И главное – эти церкви должны найти общий язык, чтобы ставить как приоритет мир, который страдает от недостаточно видимого присутствия православной церкви в международных отношениях. Есть одна проблема – есть многие православные епископы, но не только богословы, которые считают, что это будет еще хуже, если будет собор, который не будет совершенный. Но этого никогда не случилось. Даже Первый Никейский собор, который так важен для православной церкви, но он был принят, но он был сам по себе недостаточный. Нужно было еще встретиться в Константинополь второй раз, и еще второй раз в Никее, так, чтобы постепенно мы приближались до Царства Божьего на земле. Так что этот собор не будет вселенский, грандиозный и так далее, но он будет шаг вперед в любви и взаимопонимании между православной церквью и между собой, а также между православной церквью и христианской церквью и миром, в конце концов. Но вот если говорить о вселенских соборах, то там значительной частью их решений были богословские вопросы, вопросы догматического характера. А здесь же на повестке дня в основном вопросы практического характера. Нет ли сейчас богословских вопросов, которые могли бы войти? Но я не совсем согласен с вами, потому что темы, которые на повестке дня, это богословские темы также. Тема диаспора, я возвращаюсь до этого. До сих пор была такая идея, что есть две богословия. Одно богословие — это территориальная экклезиология. Территориальная экклезиология говорит, что есть церковь-матер и церковь, которая выросла от этой церковь-матери. Это территориальное понимание. Есть другое понимание, которое преобладало на Западе — это идея, что это не территория, а это община. Это община, которая делает церковь. Там, где есть епископ, там есть церковь. Но эти две экклезиологии не могут найти консенсус. А если глубже размышлять по этому поводу, я считаю, что настоящая экклезиология должна быть крещельная, евхаристичная и пасторальная. Если мы имеем такой подход до экклезиологии, то тогда мы сможем решить этот вопрос, который очень глубокий, как православная церковь может существовать, например, на Западе, где католическая церковь является церковь, которая признается православными церквями, например, нет православного епископа Парижа. Почему? Потому что все церкви согласны, что есть один епископ в Париже — это католический епископ. Это было принято. Так что, конечно, это не соответствует такой схоластической богословии, который говорит, что православная церковь — это православная церковь, мы должны не думать о католиках. Здесь есть уже более глубокое духовное богословие, которое понимает, что границы церкви, границы мистической церкви шире, чем границы институциональной церкви. И вот если это понять, то тогда единственный способ, чтобы решить этот вопрос, это углубиться в богословие так, чтобы экклезиология была духовной, так, чтобы экклезиология интегрировала и Шмемен, и Мейендорфа, и митрополит Илариона Альфеева, и митрополит Иоанн Зизюласа, так, чтобы было понимание, что это не территориальная, каноническая территория, которая решает вопрос. Это скорее постуальное отношение между епископом и своей общиной, но так, чтобы это было в признании традиции, истории западных церквей. И так, чтобы Евхаристия была открыта до всех тех людей, которые себя понимают как православные, как христианские православие. Продолжение следует...